На канале у Саши Сотника вышло замечательное видео, в конце которого один из протестующих обратился с речью к сторонникам Алексея Навального и встретил волну непонимания. Как сделали люди в 17-м году во время революции, как сделали в 90-х, когда развалили Советский Союз. Они были едины и только тогда они смогли добиться того, чего добились. Я больше, чем уверен, что вас не просто не устраивает политзаключенный, я уверен, что вас не устраивает нынешняя власть. И я не боюсь об этом говорить в открытую. Ну, я не буду комментировать поведение человека на заднем фоне, зачем это. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Вор понятно уже. И к тому же не только вор, но и убийца, террорист. Вы уже забыли, как вам Навальный объяснил, что против него был совершен акт государственного терроризма с использованием боевого отравляющего вещества новичок. Почему у вас Путин вор после этого? Может, Чикатило вор тогда? Путин вор! Путин вор! Наша страна будет загибаться дальше. Я люблю свою страну, но я ненавижу это государство. Я считаю, что этот человек слишком долго сидит на том троне. И что пора менять не только власть, но и людей. Пока мы не станем одним целым, у нас ничего не получится. Вспомните Беларусь? Люди шли на убой. Именно так. В первые две ночи люди были готовы страдать за то, чтобы отстоять свое право на нового президента. Что обычно раньше делали милицейские? Не то, что сейчас из себя представляет полиция. Милиция что раньше делала? Она служила народу. Сейчас полиция служит власти. Парня, к сожалению, сбили с мысли. Он начинает нахваливать милицию. Хотя при Путине была и милиция, которая точно так же не помогала народу. Но суть не в этом. Сейчас он перейдет к самому главному. Власть должна быть власть? Власть должна быть у народа! Власть народу! Власть народу! Если власть не понимает призывы словами, единственный способ сделать так, чтобы она поняла иначе, только силой. Сложно переубедить зомби. Именно поэтому они продолжают кричать «мирный протест», хотя протест, еще раз, уже давно не мирный. Он перестал быть мирным, когда силовики Путина начали применять силу против мирно протестующих граждан. И то, что люди терпят подобное отношение, не означает, что протест мирный, это означает, что их избивают, а они молчат и ничего не делают в ответ. Мирный протест! Мирный протест! Мирный протест! Мирный протест! Мы без оружия! Чего без оружия? Без оружия? Хорошо. Тот чеченец на Пушкинской площади тоже был без оружия. Вы чего хотите-то, ребята? Еще не поняли, что террористы и бандиты, захватившие власть, ее не отдадут? После ваших криков? И то, что в ваших иллюзиях они вас боятся, это только в ваших головах, в ваших иллюзиях. Они над вами насмехаются, исполняют все, что пожелают, закрывают станции и метро, выцепляют вас и похищают, увозят в неизвестном направлении, чтобы потом ваши родные и близкие названивали в эти отделения. А полиция с оружием, им плевать, мирный у вас протест или нет? Золотые слова! Им плевать, мирный у вас протест или нет? Они все равно вас загасят, замесят. И у них есть приказ, это их работа, их работа, их работа служить народу, а не властью. Это демагогия. Нет, демагогия это ролики Леонида Волкова и Ивана Жданова. Вот что такое демагогия. Полная версия в описании на этот материал. Спасибо огромное Саше Сотнику, что выложил такого замечательного парня. Жмите большие пальцы вверх, клацайте на колокольчик и подписывайтесь на канал.